Приветствую вас, вам очень хорошо ответил коллега Кудрячев Игорь Леонидович, вот все он вам очень подробно ответил, на мой взгляд это наилучший ответ, который вам сейчас дали. Но я, тем не менее, постараюсь тоже, со своей стороны, разобрать то, что вы написали. Я не могу, пишите вы, освободить все от родительской зависимости. Не могу, это, как вы уже поняли, на самом деле не могу, а не хочу. А, тут не хочу, потому что, мне это дает, ну, вероятно, ощущение безопасности. То есть, я вот так думаю, что вам это дает ощущение безопасности. Я думаю, что вы чувствуете себя куда в большей безопасности, вот так вот, взаимодействуя со своими родителями. Вот, чувствуя, чувствуя, что они вас как-то ценят, чувствуя, что они о вас как-то заботятся, чувствуя, что они родители, то бишь, находятся, условно говоря, рядом, вот. И вам это не может не нравиться, вам это не может, вас это не может не привлекать, вас это не может не давать какого-то плюса. Вот, потому что в противном случае, в противном случае вы уже давно бы от зависимости опроводились. Это правда, к этому нужно относиться именно так, что для себя от зависимости данной вы что-то получаете. Я так думаю, что вы не чувствуете себя в безопасности, я так думаю, что не до конца вы доверяете своему мужу. Ну, я так думаю, мне так кажется, вот, и, соответственно, решение вы приняли о том, чтобы создать семью, ну, на мой взгляд, не совсем самостоятельно, а под каким-то, может быть, давлением, под какой-то, может быть, угрозой, под чем-нибудь еще. Дальше, я чувствую себя ребенком, что должна получить у них разрешение на свою жизнь. То есть, когда-то, когда-то вы решили, что должны получить у них разрешение. Когда-то вы решили, что должны получить разрешение. Это решение было, скорее всего, в детстве у вас, ну, вот, это решение вы приняли, скорее всего, в детстве, и, соответственно, вам же это решение нужно изменить. Потому что за этим решением скроется потребность в том, чтобы переложить ответственность, вам об этом коллега уже сказал. Но за этим решением, за этим мотивом, за мотивом переложить ответственность, кроется страх. Страх, что я сама не смогу. И вот это чувство, что вы можете сами, чувство свободы, но вам не знакомо. А можно помочь его прочувствовать. Можно помочь это чувство вновь ощутить. Дальше. Вижу в маме себя, и это безымно бесит. То есть, вы бесите сами себя, то есть, себя вы не принимаете. То есть, себе считаете что-то, чего вас быть не должно. Вы себя не любите, получается. Если вы себя не любите, то и отношения вы выстраиваете крайне... Такие вот, видимо, негативные, я бы сказал. Если вы себя не любите, то отношения вы выстраиваете, скорее всего, зависимые. Почему вы не чувствуете себя в безопасности. То есть, опять же, что убийцы, что вы себе не принимаете. Когда вы поступаете как мамы, для чего-то, тут нужно анализировать, включать взрослое эго-состояние. Вот. Дальше. Да, именно. Шаблон поведения, при котором любовь со стороны близких надо заслужить, играя в девочку умницу, которая везде всем хочет помочь и поступить нравственно. Это не любовь. То есть, это не вообще... Это не любовь. Это принятие. Это условное принятие друг людей. О любви речь не идет. То есть, у вас здесь, вы говорите заслужить любовь. Это не любовь. Это служить одобрения. Да. Любви здесь нет. Любовь здесь и не пахнет. Ибо любовь есть безусловное принятие. Я вроде головой понимаю, что любовь не надо заслуживать, но не могу найти другие инструменты, чтобы это принять и перенести в жизнь, реализовать. Инструменты взрослого экосостояния и конкретные паттерны поведения. Конкретные паттерны поведения. Для начала нужно осознать сценарий. Когда вы поступаете так, как мама и для чего. И в этот момент поступить так, как вам хочется. Для чего нужно вспомнить то чувство, которое отвечаем за другое поведение. Дальше. Мой муж является гражданином Украины. Я Россия. Я хочу жить с твоим мужем рядом там. Родители всячески давят на меня, когда я уже. Папа так. Вот для чего они давят. Да? Что-то для чего они давят на вас. Что-бы-что. Какая выгода. Это первое. Второе. Чувствуя себя предательностью, то вы берете ответственность за них. Не за себя. За них для начала. Нужно отвечать только за то, что касается вас. Это личные границы. Умение говорить. Умение говорить нет. Тоже прорабатывается с психологом. Навык этот получается. Дальше. Сейчас я живу на две страны. Полгода там месяца три дома. А зачем? Зачем вы живете на этой стране? То есть как бы для чего вы приезжаете домой? Что-бы-что? Вы приезжаете в гости? Зачем? То есть, понимаете, вы если своих родителей любите, хоть немножко, то вам нужно понимать, что вы таким образом им очень сильно вредите. Очень сильно вредите. 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 Потому что они не могут жить без вас. Они не могут опираться только на себя. В своём. В своём. В своём. В своём. В поведении. И для того, чтобы приспределять. Я думаю. Так бы вы не приезжали, они бы, значит, переживали немного. Но глянь, чтобы жить самостоятельно. Так они не могут. Вот. Какая-то. Так что здесь, опять же, вы действуете для себя. Так. Они все надеются, что я приехал и туда не уеду. Потому что им это нужно. Вам нужно понять эту выгоду. Это помимо всего прочего, что я сказал. Ещё после того, как дома побуду, мне трудно выезжать. Не потому что, отрываясь от родного дома, а потому что здесь вы себя обязаны жить рядом с ними или у них. Но это, опять же, взваливание на себя чужой ответственности. То есть поймите, что у человека есть объём. Максимальный объём ответственности, который он может на себя взять. И больше этого объёма нет. Вы за себя ответственны. Не всё это за других и за других. А делать это легко. А целые проблемы. Ещё родители есть привычка взвалить на себя кучу обязательств, с которыми они едва справляются. А потом прикладывать их на меня требовать помощи. Ну вы же, вы же позволяете себе ей помогать? Вы же помогаете родителям, правильно? Почему и для чего? А почему должна помогать? Действительно, почему? Для чего? Я никого не оставлял за три огорода взвалить. Всё так. Но нам нужно эту позицию продвигать. А у вас число вины. Я ненавидит их семиледельческую работу, и когда я её выполняю, я начинаю ненавидеть свою жизнь. А зачем вы выполняете семиледельческую работу? Чтобы что? Чтобы завевать одобрение родителей. Завевать одобрение родителей, чтобы что? Чтобы получить их любовь. Но любовь, она не может быть условной. Если любовь условная, значит это не любовь. А если это не любовь, значит вы никогда её не получите. Значит вам нужна эта любовь взрастить в себе. Есть такая техника, идеальный родитель. Можно попробовать её с вами применить. Дальше. Они считают иначе, без огорода никак, близким надо помогать. Ну и какая разница, что они считают? Какая разница? Ну они считают так, а вы считаете по-другому. Почему вы обесцениваете себя? Опираясь на что вы обесцениваете себя? То, что вы считаете? Опираясь. Дальше. Так. Когда я дома, я не чувствую себя свободно, я не могу спокойно сидеть и рисовать картины, заниматься йогой или читать любимые книги. Я чувствую, что она будет полезная и происходит обесценивание для меня вещей, как не практично, никому не нужно. Нет. Это вы обесцениваете тем, что ставите ценности других людей выше. Опять же, очень важно понять, на что вы опираетесь. Все визгновили, хорошо учить, закончить институт, повели работать, закончила школа, поступила на бюджетную, ненавижу инженерию, еле выдержала, я не хочу работать. Работать специально. То есть у вас есть огромная, огромная практика делать все через силу. У вас есть огромная практика через себя переступаться. У вас есть огромная практика, большая практика переступаться через себя. И вам нужно научиться все-таки другому. Для родителей это залог стабильности, они так и видят счастливой жизни, где они... А как его это проявляют? Мешало все в кучу. Что именно? Сейчас ты же плачешь, сил не хватает, чтобы жить в своей счастливой жизни. Правильно, потому что эти силы уходят на поддержание чужой ответственности. Не хватает понимания, как отпускаться от мнения родителей и жить только своим собственным. Тут нужно не только понимать, но и чувствовать. Опираться нужно на чувства, а эти чувства вы забыли. Вы не испытываете этих чувств. Как приспать, то перестать стремиться быть правильным и полезным. Изменить свои отношения к самому-то правильному и полезному. Получить адекватные представления об этом. И, опять же, лучше взаимодействовать со своими чувствами, со своими эмоциями. Чему может научить вас психо-психолог в работе. Может быть в этом нескольте выгоды, конечно, есть. Ну, вам коллега сказал, не буду повторять. Почему я себя так веду до сих пор 27 лет? Спасибо. Потому что это есть крутые выгоды для вас. Потому что вы не чувствуете себя в безопасности, потому и ведете себя так. что у мужа безопасности ищите до родителей. Отцены и такое поведение. Вот. Понятно, что вам 27 лет. И понятно, что вы так жили и живете достаточно долго. Вот. Со всем этим нужно работать. Вот. Так что если готовы, выбирайте себе психолога на нашем ресурсе и начинайте взаимодействовать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. если сделает его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.